Мы нашу землю держим зубами, бойцы это слово дали нам с вами, они охраняют наш с вами сон, 16 барс, им за это поклон. Эти проникновенные строки девочка Лиана написала вместе со своей мамой-поэтессой. Каждый день Читы и рай связан с помощью российским солдатам. Сбор гуманитарной помощи, отправка посылок за ленточку, поддержка ребят Лиане и маме девочки Юлии. Есть за кого переживать в тылу, глава семейства, военнослужащий. Для меня с первых дней спецоперации было очевидно, что я буду за свою страну, у меня отец тоже на фронте, поэтому мы всей семьей помогаем с первых дней как можем. Прилетает очень много видео благодарности, они всегда очень рады, но это очень важно. И они также цитируют мои стихи, присылают в ответ видео мне. И таких неравнодушных людей в Анапе много, в их числе и добровольцы. Эти казаки-бойцы из отряда БАРС-16. Несколько недель новички проходили курс обучения в центре Кубань. Осваивали огневую тактику, специальную подготовку, военную топографию, посещали занятия по оказанию медицинской помощи. Участники курса обучения сами вызвались за ленточку. Родные поддерживают, говорят, возвращайся домой живым и здоровым. Маме я сказал, что ребятам помогу и приеду. Люди ездят, ребята другие. И чем я хуже? Вот и решил. Без проводов на базе центра Кубань не обходится ни одна отправка в зону СВО. Торжественно, шумно, чтобы у ребят осталось еще одно яркое воспоминание о родине. Мы постоим за матушку Россию, только вперед, только вперед. У нас постоянно пребывают коллективы города Анапы, Новороссийска. Сегодня вашему вниманию были представлены даже дети военнослужащих, добровольцев, вернее, которые рассказывали свои стихи. Ими практически написаны. Во время очередной отправки казаков в зону СВО состоялась церемония награждения ветеранов БАРС-16. Они отличились за леточкой и теперь передают опыт новичкам. По словам добровольцев, страха не ощущают. Ими движут другие чувства, любовь к родине, общность, желание защитить близких и помочь товарищам. Доброе утро. Николай Иванович, коллеги, сельские оборудователи, приветствую вас на нашем очередном утреннем штабе, отчете по городу. Вторник. Утро в центре управления. Начинается с суперштаба ресурсоснабжающих организаций. На повестке важные вопросы. Один из первых – ямочный ремонт дорог курорта. Сегодня службы вышли на улицы Парковая, Гребенская, Чехова и Краснодарская. Отдельно обсудили масштабную работу по сануборке и ремонту общественных пространств в 12 микрорайоне. Погода нам позволяет. Если необходимо что-то почистить, то есть капитальный ремонт малых архитектурных. Можно провести ментализацию вот этих площадок, обработка подвалов. Понятно, что вы все эти работы проводите регулярно. Прошло вас на это сейчас обратить особое внимание. Недавно стало известно о том, что по адресу Верхняя дорога 151, корпус 3 перестал работать лифт. Руководитель управляющей компании «Солнечный» доложил, запчасти начнут закупать сразу после собрания собственников. В работе совещания также приняли участие общественники, которые обратились с просьбой благоустроить сквер возле дома ветерана Великой Отечественной войны Федора Петровича Бочарова. Сквер, как просят нас жильцы, мы его, конечно же, сделаем, включимся в эту работу. Он будет небольшой, но он будет уютный. Табличку мы разработаем, согласуем ее, где будет написано, что здесь проживает ветеран. Соответственно, мы, конечно, по территории ей немножко придадим новой жизни. И подрастающим поколениям, в принципе, люди, которые там проживают, будут знать, что здесь живет ветеран. И все ведь знают на самом деле. Вот, поэтому такой небольшой подарок мы сделаем 9 мая. И, в принципе, да, это наш долг. Мы чтим память наших ветеранов всегда и помним, это прекрасно. Помимо прочего, на перштабе озвучили обращение жителей в МЦУ за прошедшие сутки. Среди просьб привести в порядок придомовую территорию МКД по улице Ленина, 134. Решение проблемы начнут с выезда представителей у ЖКХ. К слову, совсем недавно по этому адресу было благоустроено общественное пространство и построена новая детская площадка. Надо отметить, что благодаря включению Николая Ивановича в вопрос, когда мы выезжали вот назад, Николай Иванович, на территорию Ленина, 134, вы включились в эту повестку. И мы, благодаря вашей помощи, осуществили работу по устройству там территории, сквера и при этом сквере детской площадки. Сразу после окончания совещания вице-мэр Артем Моисеев и депутат ЗСК Николай Морарь отправились на открытие той самой детской площадки на улице Ленина. Фасад дома по улице Ленина, 134, недавно был капитально отремонтирован. Этим работы не ограничились. По инициативе депутата ЗСК Николая Морарь и при участии фонда МЛ около дома обновили общественное пространство. Год назад здесь проводился субботник и в рамках общего городского субботника люди обратились ко мне с просьбой благоустройства этой территории. Мы немножко подумали, накидали проект, вот получился такой замечательный сквер. С такой инициативой люди обращаются часто и по возможности нашим фондам мы будем помогать и благоустроить наши дворы. Так территория выглядела до благоустройства. Рабочие демонтировали старое оборудование и разделили пространство на зоны для детей и взрослых. На 150 квадратных метрах уложили безопасное покрытие и установили игровые элементы. Заменили тротуарную плитку, лавочки, урны и даже поставили бетонный шахматный стол. Вообще очень здорово, что у нас открываются вот такие площадки. Большое спасибо всем за такую красоту. Будем очень рады. Вокруг площадки дополнительно высадили деревья и завезли чернозем. В агротехнический период засеют газон. Очень хорошо, у меня даже слезы текут. На маленьких, на людей, вот посмотришь, все красиво, очень хорошо. С этого дня шефство на территории возьмет заместитель председателя Совета депутата Владимир Пономарев. Поддерживать чистоту и порядок в обновленном пространстве будут активисты молодой гвардии. Продолжаем обратно отчет. До начала курортного сезона в Анапе осталось два месяца. Стартует он 1 мая. Сейчас все объекты размещения, сфера услуг, а также профильное управление мэрии и подведомственные организации продолжают подготовку к летней кампании. Этот вопрос обсудили на совещании в зале Центра культуры Родина. В прошлом году мы с вами встретили порядка 5 миллионов туристов, это только по официальным данным. В этом году по предварительной загрузке отелей, по тем ожиданиям, которые есть, будет не менее 5,5 миллионов туристов. К маю, конечно, нам нужна уже полная готовность ко встрече гостей. Нас с вами ждет в этом году открытие новых крупных объектов, в том числе объектов детского оздоровления, детского отдыха. У нас плюсом будет 3 статус, и юридический, и реальный статус главной детской здравницы страны. В Анапе есть, и мы гордо все вместе с вами его и несем, и дальше продолжаем развивать. Вопросы безопасности на первом месте. В этом году в систему «Безопасный город» будут заведены санатории и гостиницы с номерным фондом от 50 комнат. Это же касается всех благоустроенных пляжей. Таких в Анапе около 140. Всего на нашем курорте будут работать порядка 1600 объектов размещения и более 3500 объектов потребительской сферы. Все объекты в обязательном порядке должны осуществить обследование, категорирование и при необходимости разработку паспортов безопасности в зависимости от категории. Также объектам размещения необходимо заключить договоры с ГУМВД по Краснодарскому краю для обеспечения исполнения процедуры регистрации граждан. До 18 марта в Анапе будет создана туристическая полиция. Сотрудники нового подразделения сейчас проходят курсы повышения квалификации. За соблюдением общественного порядка также будут следить казаки и дружинники. Кроме того, в Анапу рекомендируют сотрудников полиции из других городов. О мерах по обеспечению безопасности должны позаботиться на своих территориях здравницы и гостиницы. В первую очередь, обращаем внимание контролирующих органов, что в установленном порядке следует принимать эффективные, примитивные меры по выявлению пресечения нарушений, создающих угрозу жизни и здоровья граждан. Еще один вопрос повестки «Санитарно-эпидемиологическая безопасность» руководителя Анапского Роспотребнадзора напомнила о комарах. Обработку плавни и водоемов следует начать уже в конце марта. В прямом смысле на корню предстоит уничтожать сорную траву – амброзию. Все прилегающие территории к объектам размещения – это зона ответственности каждого руководителя. Внимательно посмотрите правила устройства. Там все очень четко прописано. В том числе это касается амброзии, той растительности, с которой мы с вами боремся. Обратите внимание на работу по содержанию прилегающих территорий. Заложите в бюджет, если у вас это не предусмотрено. Обеспеченной безопасности комплексная работа на подготовку к курортному сезону осталась не так много времени. Исключительная общая цель, я считаю, одна – чтобы сезон лета 24 в Анапе прошел на самом высоком организационном уровне. Чтобы все задействованные структуры работали четко, слаженно, как единый организм. Потому что, еще раз повторюсь, вопросы безопасности, комфорта, нахождения, пребывания здесь и гостей, и наших непосредственно жителей – это то самое главное, что стоит сегодня во главе угла. Василий Швец провел прием граждан по личным вопросам. Первым к мэру курорта обратился житель Цибанабалки. Мужчина приехал в Анапу из Московской области, где работал в администрации одного из районов. Активист рассказал об инициативах, которые помогут улучшить Приморский сельский округ и особенно в сфере ЖКХ. Мы выделили специально дорожное хозяйство, понимая, что это наш приоритет. У нас все жилищно-коммунальное хозяйство приоритетно, дорожное хозяйство сегодня в особенности. Мы сейчас уже в завершении формирования общего плана по всем нашим сельским территориям и городу по приоритетности, вообще реестр всех дорог, которые нужно нам приводить в соответствие. Конечно, мы в идеале привезти все. И это стоит задача. И там мы для себя разбиваем, где мы градируем и подсыпаем, где мы делаем бетонные дороги в рамках народной строительства, где мы делаем асфальтобетонный. Вот это мы как раз сейчас определяем. И в том числе это будет и по Цибанабалке, по Хутору Красным и по тем другим населенным пунктам, которые входят в Приморский сельский округ. Предложения будут рассмотрены и приняты в работу профильными службами совместно с администрацией сельского округа. На прием пришли заявители с вопросами земельного законодательства и судебных споров. Анапчанам окажут необходимую консультативную помощь. Паспорт гражданина России – то, чем гордится Клавдия Викторовна. Жительница Херсонской области, приехала в Анапу летом прошлого года. В июне была разрушена плотина Каховской ГЭС. Родной город Клавдии Яковлевой голую пристань затопило. Нас затопило в первый день. Только в два часа дня нам пришла вода уже по колено. Меня с воды вытащил муж и бросил меня в машину. Машина полная воды, но нас потаскала. И мы прямо сюда, солдаты нас провожали. Спасибо большое солдатам, те, которые нас встречали и провожали. Мы машинкой своей таврой приехали вдвоем с мужем. Нас здесь приняли. Спасибо большое людям, что они нас приняли. Дали все возможное, что нам необходимо. Мы находимся. Нас хорошо кормят, принимают хорошо. Здесь и будем остаться. Россия – это наша, как сказать, и спасатель. И у меня мама родина была, Воронежская область жила. Клавдия Викторовна вместе с супругом планирует остаться в Анапе. Женщина – гражданка России с правом сделать свой выбор и поддержать достойного кандидата в президенты. Для этого необходимо выбрать УИК, который находится рядом с фактическим адресом проживания. Для прикрепления к избирательному участку в Анапе, чтобы проголосовать по фактическому адресу проживания гражданину, необходим только паспорт гражданина Российской Федерации. Сегодня несколько жителей Херсонской области прошли процедуру в МФЦ Анапы. Избиратели поделились переживанием. Позволить себе пропустить выборы президента не можем. Выбор был сделан тогда, когда вообще мы приехали сюда. Зачем мы сюда приехали? Потому что мы признали, что Россия – это те ценности. Мы выросли на русских сказках, былинах, классике русской, дух русский у нас. Поэтому выбор был изначально. Мы только в Россию. У меня двое маленьких детей, и мне очень важно голосовать за того человека, который будет, скажем так, хорошее будущее для наших детей обеспечить. Чтобы принять участие в голосовании, жители Херсонской области должны прикрепиться к одному из избирательных участков Анапы до 11 марта. Поддержку оказывает мэрия курорта, группа избирателей при желании обеспечить транспортом и сопровождающим специалистам. В мэрии Анапы очередное заседание комиссии ПДН. Первый вопрос на повестке – профилактика гибели несовершеннолетних на пожарах. Один из инструментов предотвращения чрезвычайных ситуаций – присутствие дымовых извещателей. С октября прошлого года на территории муниципального образования города Анапа приняты нормативно-правовые документы об оказании дополнительной меры социальной поддержки в виде установки пожароизвещателей в отдельных категориях семей. К этим категориям относятся семьи, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И к нам еще добавилась одна категория – это малоимущие и многодетные семьи. Уже составлен список из 800 многодетных семей города и сельских округов, которым в скором времени выдадут и установят пожарные извещатели. В целях профилактики сотрудники МЧС также убедительно просят участников межведомственных групп быть внимательными во время проведения рейдов и обращать внимание на потенциально опасные детали. До конца отопительного сезона, в связи с тем, что у нас иногда в некоторых живых помещениях еще используются и печи, при обходах таких семей необходимо уделять внимание на отопительные приборы. То есть это печи, какие-то газовые горелки, когда очень холодно, включают их, а также электронагревательные приборы, которые кустарного типа сделаны, то есть самодельные. Совещание завершилось обсуждением вопроса о постановке и снятии с профилактического учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 23 вопроса. Повестка очередной сессии Совета депутатов насыщенная. Несколько недель каждую тему детально изучали народные избранники на профильных комитетах. Пришло время принятия решений. Кадровые изменения на должность вице-мэра Анапы, курирующего санаторно-курорты, комплекс, торговлю и сельское хозяйство, согласовали кандидатуру Олесе Ляшенко. Она исполняла обязанности заместителя главы с начала года, а общий стаж муниципальной службы специалиста 15 лет. С 2009 по 2019 год замещала должность муниципальной службы ведущего специалиста, главного специалиста, начальника управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации Анапы. С января 2021 года замещала должность заместителя начальника управления курортов и туризма. С февраля 2021 года замещает должность начальника управления курортов и туризма. С января 2023 года исполняет обязанности заместителя главы муниципального образования, курирующего вопросы в сфере развития агропромышленного комплекса, потреб сферы, курортов и туризма. Кандидатуру Олеси Лишенко депутаты поддержали единогласно, как и согласовали назначение на должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами Андрея Пападополуса. Пополнилась команда молодежного парламента при совете курорта. Активисты приняли в свои ряды еще двух членов, а председатель парламента Юлия Вовка доложила о работе, проделанной их комитетами за последние несколько месяцев. Для привлечения молодежи к традиционным ценностям и позитивной социальной повестке комитетом была разработана и реализована акция «Что я люблю в Анапе», итогом которой стало создание большого баннера с фотографиями участников акции в форме карты нашего города. Благодаря поддержке МБУ благоустройства этот баннер радовал гостей и жителей нашего города на арт-авеню. Несколько вопросов повестки были посвящены рассмотрению протестов Анапской межрайонной прокуратуры. Понятное дело, что никто не может работать без каких-то там нарушений нюансов. У нас большой объем работы, но когда мы удовлетворяем протест прокуратуры, то это говорит о том, что мы в кратчайшие сроки должны документы привести в соответствие с действующим законодательством. Поэтому я вас попрошу в этом плане активизироваться и отработать на 100% эти нюансы. Кроме того, депутаты внесли изменения в ряд муниципальных программ, среди которых развитие образования, развитие физической культуры и спорта, цифровое, муниципальное образование и другие. Это действительно работа, которая проделывается на комитетах в рамках рабочих групп между коллегами-депутатами, так и встречи на округах и срез проблем, которые там есть сегодня. Это все ложится в основу принимаемых решений. И вот то, что сегодня единогласное решение по всем вопросам, это следствие того, что все-таки на комитетах вот эта работа проведена была качественно. Кто-то настраивает гитару, кто-то повторяет сценарий своего выступления. Финалисты 22-го по счету муниципального конкурса «Ученик года» готовятся выйти на сцену. Этот конкурс мы начали когда-то в далеком 1998 году под дружной, крепкой такой поддержкой Дмитрия Афанасьевича Байдикова. И как видите, он жизнеспособен, он нужен. Дети с удовольствием принимают участие. По итогам учебного тура место в финале завоевали 7 конкурсантов из 30. В решающем этапе десятиклассникам предстояло зарабатывать баллы, в номинациях «Визитная карточка» и «Хобби». Рассказав о себе, школьники приступили к творческой части. Шахматисты, музыканты, спортсмены и даже танцоры. Увлечения юных анапчан разные, но все не одинаково талантливые. Группа поддержки в концертном зале тем временем не умолкали. Оценивали выступления школьников 9 членов жюри. Один из них – основоположник городского конкурса Дмитрий Афанасьевич Байдиков. Это не так просто выступать на сцене перед своими сверстниками, перед педагогами, родителями. Я благодарен моих коллег, учителей, которые готовят таких замечательных ребят. Спасибо вам всем за конкурс, за предоставленное удовольствие. Спустя полтора часа основная часть мероприятия завершилась, и жюри подвели итоги. Настало время объявить победителя. Ученик года 2024, возможно, и вы на следующий год. А в этом году – это Красиков Димур Владимирович. Примечательно, что второй год подряд победителем конкурса становится ученик гимназии «Росток». Я очень рад. Я испытывал волнение, но когда я вышел на сцену, у меня все получилось, и я выиграл. Благодаря моим родителям, моим друзьям, моим педагогам, моим одноклассникам, вообще всей школе, я справился и смог выиграть. И путь был не только сложным, но и веселым, и интересным. Впрочем, главный приз – не единственная награда Тимура. Десятиклассник также завоевал титул в номинации «Самый умный». Без награды не оставили и других финалистов и участников конкурса. Жюри определили фаворита в номинациях «Знаток истории, математики, русского и английского языка». Руководители всех энергоснабжающих компаний собрались в зале мэрии курорта. Главный вопрос повестки совещания – развитие систем теплоэнергоснабжения. Стратегия формируется на несколько лет вперед, до 2026 года. В рамках получения главного нашего города необходимо реализовать концепцию программы стратегического развития энергетического контура, и внешнего нашего контура, и внутреннего 24-26. Сегодня мы уже вполне способны формировать ту повестку, которая позволит нам перво говорить о том, какие перспективные объекты появятся в ближайшее время, повлекут за собой энергопотребление. У нас есть примерное понимание развития территорий, у нас есть проблемные узлы, которые в течение последних двух периодов показывали те тонкие места, по которым мы постоянно работали. Есть перспективные наработки уже. По поручению губернатора Кубани, муниципалитета краешегодно должны заменять не менее 5% ветхих сетей. Руководители энергоснабжающих компаний рассказали, какую работу по модернизации проведут в рамках инвестпрограмм. В 24-м году планируется завершение утвержденной инвестиционной программы 20-24 по данным мероприятиям. Это строительство 10 кабельных линий протяженностью 12 километров. Кучевобион инвестпрограмму будет занимать строительство новых кабельных линий в районе Передерского проспекта, питающих социальный объект КНС. Строительство округло 6 штук на территории Симферопольского шоссе и Передерского проспекта с целью резервирования и повышения надежности. Продолжается обустройство уличного освещения во всей Анапе. В этом году работы проведут в Гастагаевской, Цибонобалке, Витязево. В нескольких сельских округах заменят более 4,5 тысяч светильников. На особом контроле мэрии 12 микрорайон, где расположена школа и детские сады. Если мы в этом году планируем 12 микрорайон, как территорию, где мы будем серьезно заниматься сетями, то управляющие компании точно к этому вопросу должны быть подключены, потому что они сегодня управляют этими территориями и знают, какие проблемные точки сегодня там есть. Что касается фронта работ Анапского предприятия «Теплоэнерго», до начала отопительного сезона специалисты провели мероприятие по улучшению качества и повышению стабильности подачи тепла. Заменили трубопроводы, водогрейные котлы, прочистили дренажные колодцы. В этом году планируется реконструировать участок магистральной теплосети по улице Владимирской. Общая стоимость всех мероприятий производственной программы составит около 20 миллионов рублей. Неважно день или ночь, праздник или будни, эти парни готовы прийти на помощь в любое время. Утреннее построение 1 марта для них особенное. Сегодня подтянутые ребята в спецформе отмечают День спасателя Кубани. От лица главы нашего города, от лица Василия Александровича, желаю вам всего самого хорошего, здоровья, профессиональных успехов, перспектив. Понимаю, что служба ваша ориентирована на тот внутренний добрый мир, который у вас есть. Ваша ежедневная готовность, ежеминутная готовность прийти на помощь, она вызывает только восторг и чувство большой благодарности. С праздником! В строю сотрудники анапского отряда «Кубань спас» и МБУ служба спасения. Только за прошлый год специалисты подразделений сохранили жизни более чем 300 человек. Торжественные обстановки, отважные, сильные были удостоены почетных грамот и благодарности мэра Анапы. Я хочу пожелать каждому из вас и вашей семье крепкого здоровья, благополучия, конечно, мирного неба над головой. Служите Отечеству, нашему городу и еще раз поздравляю с вашим персональным праздником. В честь праздника пополнился и автопарк службы спасения. Ключи от новой «Нивы Тревел» вручили руководителю подразделения Александру Оленикову. С этого дня внедорожник будет помощником патрулирования территории. Малая бухта. Яхты дожидаются спортсменов на берегу моря. Это любимое место профессионалов и любителей со всей России. Совсем скоро здесь появится полноценный яхт-клуб. Ведется монтаж помещения, уже установлен первый модуль. Сегодня стройплощадку посетил мэр Анапы Василий Швец во время рабочего объезда. Что дальше по срокам здесь ставят? Ну, соответственно, мы до 5 числа установим второй контейнер. Сколько всего? Нет, у меня остатки. Вот. И до 5 апреля мы завершим отделочную работу. В то же время завершается строительство центра пляжных и водных видов спорта на Пионерском проспекте. Василий Швец посещал этот объект три недели назад. Изменения видны невооруженным глазом. Здесь будут проводиться турниры по пляжному футболу, волейболу, гандболу, теннису, а также различным единоборствам. Установили сетку заградительную. Освещение установили, столбы, уже проведена везде коммуникация. Еще не подключали. Уже подключали, все работает, уже свет горит. Заключительной точкой рабочего объезда стала площадка на Симферопольском шоссе. Здесь ведется подготовка к установке модулей водно-спортивной грибной базы. Смонтировано ограждение, подготовлено свайное поле. По всем трем объектам Василий Швец поставил задачу. Необходимо увеличить количество рабочих и ускорить процесс строительства. Яхт-клуб, центр пляжных видов спорта и грибная база должны быть готовы этой весной.